Мысленный эксперимент. Представьте, что вы можете прожить тысячи других жизней, каждая из которых – ответ на вопрос «а что если?». Что если вы приняли другое решение в прошлом? Что если выбрали другую профессию, город, любимого человека? Лабиринт вариантов безграничен. Когда-то это было уделом фантазий и гипотетических размышлений философов и писателей-фантастов. Но сегодняшний век технологий постепенно стирает границу между воображением и реальностью. Одним из ключей к этой трансформации может стать квантовый компьютер. Чтобы понять, как это работает, нужно немного погрузиться в концепцию. Квантовые компьютеры функционируют совсем иначе, чем обычные машины. Вместо привычных нулей и единиц, битов, они используют кубиты, которые, благодаря принципу суперпозиции, могут находиться одновременно во множестве состояний. Это значит, что квантовый компьютер способен параллельно обрабатывать миллиарды вариантов решения задачи. Теперь представьте, что информация о вашей жизни оцифрована, ваш характер, поведенческие паттерна, биография, даже мельчайшие детали, такие как вкусы и предпочтения. На основе этой информации можно создать виртуальную модель, своеобразный цифровой двойник. И вот этот двойник становится объектом исследования. Что произойдет, если ваши жизненные решения будут изменены? Для каждого варианта алгоритм создает не просто статистику вероятностей, а разворачивает полноценный сценарий альтернативной жизни с учетом изменений. Квантовый компьютер мог бы буквально сплести эти жизненные нити, миллиарды параллельных судеб, каждая из которых разворачивается вокруг вас, как главного героя. Именно благодаря его способности мгновенно обрабатывать огромные объемы данных, такие симуляции становятся не только теоретически возможными, но и практически осуществимыми, пусть и не прямо завтра. Применений у такого подхода может быть множество. Самопознание. Понять, почему вы находитесь там, где находитесь, и какие решения были ключевыми в вашей жизни. Предсказания будущего. Квантовые симуляции дают возможность оценить последствия решений прежде, чем вы их примете. Например, стоит ли переезжать в другой город или начинать новый проект. Проработка травм. Изменение сложного события в виртуальной модели могло бы стать терапевтическим методом, который помогает пациентам справляться с прошлым. Без искусственного интеллекта эти идеи остались бы скорее теоретическими. Ведь именно искусственный интеллект может изучить вашу биографию, выявить ключевые паттерна и создать достоверную цифровую копию вас самих. А благодаря квантовому компьютеру, ваш цифровой «я» сможет существовать в сотнях разных версий, проживая все возможные альтернативы в многомерной симуляции. Что важно, тело – не обязательно. Виртуальная модель не нуждается в физической оболочке, но это не делает ее менее реалистичной. Вы бы могли ожить в любой из созданных альтернатив, будто перемещаясь между ними. Конечно, с такими технологиями возникают фундаментальные вопросы, чья жизнь моделируется. Кто имеет право на доступ к этим сценариям? Какие границы нельзя переступать при создании реалистичных симуляций? Ведь фактически, мы говорим о вмешательстве в самые сокровенные аспекты человеческого существования. Квантовые компьютеры, хотя и только начинают выходить из лабораторий, уже сегодня создают основу для того, чтобы перевернуть наше представление о реальности. А моделирование альтернативных жизней – это не только способ исследования себя, но, возможно, и первый шаг к достижению цифрового бессмертия. Что если больше не останется риторическим вопросом?